Доброе утро! Хотелось бы поблагодарить, конечно, организаторов за то, что пригласили меня снова выступить на конференции, точнее на школе. Надеюсь, что она пройдет так же успешно, как и в прошлом году, или даже лучше. Так что для меня это большая честь здесь выступить. И моя лекция будет посвящена квантовому измерению, но не как способа получения информации о квантовом состоянии. Все-таки традиционный подход к измерению — это именно способ получить информацию, а как инструмент для управления состояниями квантовых объектов. Итак, лекция будет состоять из трех частей. Первая часть — это общие соображения, связанные с квантовыми измерениями и их свойствами, случайностью получаемых результатов, влияние самих измерений на измеряемое состояние, примерами использования этого для управления. И вторая часть — это уже будут более непосредственные результаты, такие как использование так называемых исключающих измерений для управления квантными состояниями и, соответственно, возможные приложения таких способов измерения. И третья часть будет посвящена открытым квантовым системам, а именно взаимосвязи между измерениями и динамика открытых систем и, как следствие, возможностью перенесения методов управления состояниями при измерениях на открытые системы. Итак, часть первая. Общие свойства квантовых измерений. Здесь мы поговорим про идеальные квантовые измерения, их основные свойства, в принципе, особенности квантового описания объектов. Затем о неидеальных квантовых измерениях, собственно говоря, о том инструменте, которым обычно мы все-таки пользуемся при описании реальных систем, в том числе при анализе точности квантовых вычислений. Затем поговорим об управлении квантовым состоянием при измерениях И отдельно остановимся на простом, но тоже поучительном примере, вычитании фотонов из квантового состояния. А именно, почему, если из квантового состояния вычесть фотон, вполне может возрастать среднее число оставшихся там фотонов. Итак, идеальное квантовое измерение. Здесь, в принципе, для начала полезно поговорить об аксиоматическом введении измерений и, в принципе, описании систем в квантовой механике. То есть, исходно, в зависимости от того, насколько полное знание у нас есть, можно говорить либо о чистых состояниях, которые описываются векторами состояния, либо о смешанном, где у нас уже есть неполное знание в общем случае. И мы описываем одновременно свойства и квантовой системы, и наших знаний о ней. Там вводится оператор плотности, эрмитов оператор над Гильбертовым пространством. И тогда наиболее идеализированный подход к измерению, а именно проекционное измерение предполагает, что наблюдаемым физическим величинам ставятся в соответствии операторы. Ну и, как обычно, математические ожидания выражаются в виде свертки соответствующего оператора состоянием. Результаты измерения определяются свойством самой наблюдаемой, то есть ее оператора. И возможные значения — это собственные значения оператора. И тогда вероятности будут сверткой состояния с проекторами. И эти же проекторы будут описывать преобразование состояния в процессе такого измерения. Очевидные свойства, которые следуют непосредственно из такого определения квантовых измерений — это, во-первых, случайность результата квантового измерения. Например, если у нас есть суперпозиционное состояние относительно собственного базиса той наблюдаемой, в которой мы проводим измерения, то, несмотря на то, что квантовая механика может сдавать полное знание о системе в терминах такого состояния, опять же, это в каком-то плане мы верим, что то знание, которое нам дает квантовая механика, это полное. Но если мы в это верим, то даже при полном знании у нас результат может быть случайным. И тут надо отметить, что согласно формализму квантовой механики, если у нас есть произвольное состояние из гибридового пространства, то мы всегда можем построить наблюдаемую, например, взяв само это состояние Пси и какое-то ортогональное состояние Хи, всегда можем построить наблюдаемую с двумя собственными значениями. Ну, точнее, если размерность пространства больше, то с тремя, плюс, минус один и ноль. И причем плюс и минус один здесь будут равновероятны в таком состоянии. То есть, какое бы полное знание системы мы ни имели, в каком бы состоянии она ни была, всегда есть хотя бы один эксперимент, для которого мы не знаем заранее результат, знаем лишь вероятности. И второе важное свойство, собственно говоря, которое нам и будет нужно с точки зрения управления, это воздействие измерения на измеряемое состояние. То есть, фактически, само состояние задает совокупность тех возможностей, которые у нас смогут быть при измерении данной наблюдаемой. Если же мы само измерение проводим, то у нас реализуется только одна из этих возможностей, и, что важно, информация о том, какие еще возможности были в состоянии, при этом исчезает. Соответственно, часть знания о квантном состоянии мы недополучаем при этом. И, что важно, при таких измерениях и последовательном измерении нескольких наблюдаемых, у нас теряется в том числе и информация о предыдущих значениях той наблюдаемой, которую мы уже измеряли. И такие свойства квантового измерения, то есть случайность результата, влияние на измеряемое состояние, они фактически приводят к скрытому характеру квантовой информации и, собственно говоря, к необходимости проведения специальных процедур, в том числе процедур квантовой томографии, о которых, насколько я понимаю, в следующих докладах будут еще говорить. Поскольку, с одной стороны, имея одиночное состояние, мы не можем создать одиночную систему в заданном состоянии, которое мы не знаем, мы не можем создать много копий такой системы, то есть она одна есть, одна и остается. С другой стороны, при измерении, с одной стороны, мы это состояние портим, то есть получаем только одно из собственных состояний того, что мы меряем. С другой стороны, даже на примере двухуровневой системы, обычного кубица традиционного для квантовых вычислений, несложно заметить, что даже чистое состояние, не говоря уже об операторе плотности, параметризуется двумя переменными. То есть два действительных числа надо, чтобы задать состояние. С другой стороны, измерение в двухмерном пространстве, Соответственно, оператор 2х2 описывать будет наблюдаем, и там не более двух собственных значений различных будет. То есть всего один бит информации получаем. Итого копию сделать нельзя, состояние портится в том плане, что не несет полную информацию о том, что было до этого. И при этом мы получаем меньше информации, чем надо было для задания состояния. То есть в этом контексте получается, что та информация, которая находится в квантовом бите, например, вообще говоря, она намного больше, чем один бит информации. То есть это два действительных числа. С другой стороны, она нам, эта информация, недоступна. Этим, в принципе, и объясняется сложность создания квантовых компьютеров, например, которые внутри себя за счет суперпозиции могут делать много полезного, но излечит информацию — это тоже еще отдельная задача, вообще говоря. И второй момент, который здесь надо учесть, кроме скрытого характера квантовой информации, это то, что в принципе свойства, которые напрямую следуют из аксиоматического построения квантовой теории, вообще говоря, они там не просто так появились, они уже появились из более, я бы сказал, фундаментальных и проверяемых соображений. Во-первых, соотношение неопределенностей. И здесь оно мне нравится именно в той формулировке, которую в своей работе Сифон Нейман, в том числе и в перепечатанных потом уже переводах этой работы приводил, а именно соотношение неопределенности, как невозможность приготовить состояние, в котором все наблюдаемые будут иметь определенные значения. То есть, скажем, измеряя координаты, мы портим знание об импульсе, измеряя импульс, портим знание о координате. И такое утверждение, в отличие от просто аксиом, когда мы говорим, что у нас есть векторы в пространстве, есть какие-то собственные значения, к большому счету мы можем строить математический аппарат как-то по-другому, это всего лишь инструмент. Здесь же, если кто-то не будет верить в это утверждение, он может попытаться предложить схему, которая строит состояние с определенными значениями всех наблюдаемых, но тогда это можно либо проверить, что действительно можно приготовить такое состояние, и повторяя проверить, что нет никаких неопределенностей, или же опровергнуть. То есть, первое, у нас есть вот эти неопределенности, и второе требование, да, и, соответственно, если есть неопределенности, у нас будет в любом случае случайность, когда эта неопределенность фундаментальная. Второе требование, это в каком-то плане свойства познаваемости мира, что если мы у квантовой системы провели измерение, узнали значение какой-то переменной, то, по крайней мере, непосредственно после измерения эта переменная имеет то же самое значение. И при повторном измерении, проводимом сразу же, опять же, идеальных, конечно, измерениях, мы будем получать то же самое значение. Отсюда тогда очевидным образом следует и необходимость воздействия измерения на саму систему. Стартуем мы состояние, где неопределенность была, потом получаем состояние, где неопределенность нет, поэтому изменение состояния необходимо. Ну и сразу говорю, что в основном я ссылаюсь на учебники, где это с моей точки зрения хорошо описано. То есть это не первая работа, где это все выводилось, конечно. Если мы будем говорить о неидеальном квантовом измерении, то здесь уже аксиоматика чуть более сложная. Но опять же, вводится набор операторов, в данном случае требуются условия полноты и возможные результаты измерения, поскольку это уже построилось позже, в явном виде не привязываются к каким-то показаниям приборов, они просто каким-либо образом нумеруются, в том числе и теми показаниями, которые прибор дает. Тогда вероятность, опять же, будут давать уже сверстку состояния с соответствующим оператором, и эти же операторы по аналогии с проекционными операторами будут задавать преобразование состояния при измерении. В принципе, за исключением каких-то тонкостей, скорее статических, аксиоматика очень похожа на определение проекционных измерений, но с важным отличием. Здесь мы не требуем, чтобы эти операторы m были проекционными. Фактически на них вообще каких-то особых требований здесь не накладывается, кроме полноты. Ну и условие полноты, оно очевидно, что для любого состояния... Если это условие выполнено, то для любого состояния ρ у нас сумма вероятности единица. Зачем может возникнуть необходимость в таком описании? Либо, если наше измерение не только проекционным образом меняет, скажем так, оказывает минимально необходимое с фундаментальной точки зрения влияние на систему, но и дополнительно преобразовывает состояние каким-то образом, зависящим от измерения. Здесь вот эта часть, она особенно важна с точки зрения квантовой оптики, и поскольку если мы говорим про измерение, например, каких-то твердотельных кубитов, то можно предположить, что мы измерили, обнаружили... То есть прибор показал, что кубит находится в каком-то состоянии, он в этом состоянии остался. Если мы говорим про квантовую оптику, то мы, скажем, измеряем число фотонов с помощью детектора. У нас было, скажем, два фотона, детектор показал нам, что фотонов два, и для идеального измерения здесь предполагалось бы, что их два и осталось. Но если это не специальным образом подобранное неразрушающее измерение, то в реальности в конце у нас будет ноль фотонов. То есть в любом случае, сколько бы их ни было, когда мы их детектируем, их там не остается. Это один из примеров неидеального измерения. И второй пример — это уже косвенное измерение, когда есть некий квантовый зонд, взаимодействующий с нашей системой, и измеряемый после этого. И дальше еще один шаг по обобщению, скажем так, процедуры измерения. Опять же, важный в том числе для квантовой оптики, когда поля поглощаются детектором, и нас на самом деле уже не интересует, в каком именно состоянии они находятся, это когда мы не интересуемся конечным состоянием системы. И в общем случае у нас само по себе измерение может быть не идеальным, оно может не различать какие-то исходы, то есть уже не определенное значение приборов, а области значений присваивать им один тот же индекс. Опять же, если это детектор, который не разрешает число фотонов, он говорит, либо там нет фотонов, либо есть сколько-то, и он не знает сколько. В этом случае, поскольку мы не интересуемся конечным состоянием, эта часть нас не интересует, нас интересуют только вероятности. И тогда у нас вместо операторов M остаются конструкции M-крест на M, и вероятность их в драмировке. И, собственно говоря, мы можем и ввести отдельный просто оператор, не уточняя, как он разбивается на M и M-крест. Собственно говоря, этот измерительный оператор и был когда-то введен в виде так называемой положительной операторно-значной меры. Я понимаю, название исключительно традиционным осталось. То есть, опять же, вводится набор операторов, уже в данном случае эрмитовых и неотрицательно определенных, с требованием полноты, и вероятности, опять же, определяются в виде свертки таких операторов с состоянием. То есть, это тот формализм, в котором мы будем работать. В общем-то, совершенно стандартный, я думаю, для конкретно этой школы, используемый практически в большинстве докладов. Итак, теперь процедура управления состоянием путем измерения, ну, собственно говоря, что является темой моего доклада. Суть следующая. Если у нас есть какое-то произвольное входное состояние, мы проводим измерения, то в зависимости от исходов измерения у нас могут получаться различные выходные состояния. И если одно из выходных состояний является для нас целевым, то фактически нам достаточно подготовить исходное состояние, провести измерения, и если мы получили соответствующее нужное нам показание приборов, мы и оказываемся в нужном нам целевом состоянии. Такой подход активно используется во многих протоколах квантовой обработки информации. Один из примеров — это, например, очищение перепутанности. Когда у нас есть перепутанные пары частиц, у Алисы там А, Аштрих, у Боба Б, Штрих, берется несколько пар вместо одной с перепутанностью неидеальной, и путем взаимодействия их локального между собой измерения на каждой стороне можно получить при правильном исходе измерения, ну, либо при любом исходе измерения и дополнительной обработке информации, в смысле, при преобразовании состояния, можно получить более сильно перепутанное состояние частиц А, Б. То есть, фактически, из ансамбля частиц, у которых в среднем перепутанность, ну, скажем, половина того, что нам надо, можно его интерпретировать как ансамбль, где есть частицы перепутанные и почти не перепутанные, и выбрать таким измерением нужные нам, спроектировав определенные на более перепутанное состояние. Второй, опять же, традиционный пример — это квантовая телепортация, когда у Алисы есть частицы в неизвестном состоянии, есть перепутанная пара частиц у Алисы и Боба, и задача передать, не измеряя само по себе состояние, не узнавая, какое оно состояние частицы Алисы, перенести его на состояние частицы у Боба. Здесь логика самой процедуры заключается в том, что если Алиса, проводя измерения, обнаруживает, что ее частицы в Белловском состоянии φ+, оказываются, ну, если было исходное φ+, приготовлено, то гарантированно у Боба его частица будет нужным нам состоянием. Понятно, что можно, в принципе, и обобщить, для любого результата измерения можно это состояние нужным образом преобразовать. В чем суть самой идеи телепортации? В том, что исходное состояние можно представить в виде суперпозиции из четырех состояний, с Белловскими состояниями частиц АЦ, которые у Алисы, и различными состояниями у Боба. И просто расписав это выражение, несложно заметить, что если у Алисы две частицы оказались в состоянии φ+, то вот это состояние у Боба окажется нужным нам. Соответственно, из тех возможностей, которые содержатся в исходном состоянии, можно путем измерения выделить одну из них, именно ту, которая нам нужна. На самом деле, конечно, телепортация чуть сложнее, в том плане, что если для каждого из этих слагаемых состояние ψ, то можно преобразовать в нужное нам ψ. И еще один пример, на котором я подробно останавливаться не буду, но тем не менее важный тоже для использования измерений в качестве управления состояниями, это однонаправленные квантовые вычисления, когда вместо исходно предложенной традиционной схемы, когда последовательно применяются преобразования к набору одних и тех же кубитов, те же готовятся наоборот. Состояние, которое содержит все необходимые операции, и уже процедура измерения проектирует некоторые выделенные конечные кубиты на нужный нам результат квантовых вычислений. То есть это тоже характерный пример того, как именно в результате измерения происходит проекция состояния входного на какое-то ценное для практических приложений выходное состояние. И еще одним важным направлением, собственно говоря, которому уже мои будут результаты в большей степени посвящены, это усиление неклассических свойств состояний при процедуре измерения. И здесь же два стандартных подхода я опишу. Это вычитание фотонов и добавление фотонов к квантовому состоянию. Идея вычитания фотонов достаточно проста. То есть подается поле, от него отщепляется часть на делителе излучения, и если мы при детектировании этого отдельного сигнала получаем наличие фотонов, то мы можем это все интерпретировать как вычитание фотонов. То есть было сколько-то фотонов исходно, один мы отщепнули, осталось на один фотон меньше. Понятно, что это чисто классическая интерпретация, на самом деле процедура сложнее. Дальше, что важно здесь, поскольку это процедура линейная у нас, если исходное состояние было классическое, то при вычитании фотонов оно классическим так и останется. Именно классическое в терминах неотрицательной определенности функции Глаубера и, соответственно, невозможности таких квантовых свойств, как антигруппировка, как создание перепутанных состояний линейным образом. Процедура добавления фотонов уже предполагает использование некоторой нелинейности оптической. В частности, это может быть процесс спонтанного параметрического рассеяния. И когда у нас на вход подается исходное состояние, может рождаться пара фотонов. Один из них мы детектируем, именно фотон, который объявляет нам, что второй фотон тоже был создан, и этот фотон добавляется к оператору плотности. Что важно, результат здесь будет не классическим в любом случае, даже если входное состояние было классическим. А именно еще в 1995 году было доказано, что если вероятность наличия вакуумного состояния в квантном состоянии нулевая, то такое состояние обязательно не классическое. Если мы добавили фотон, то вакуумного состояния у нас не останется, соответственно, состояние окажется не классическим. И примеры работ, которые такие эффекты используют, это, например, вычитание фотона из жатого вакуума усиливает его не классические свойства и дает существенную отрицательность функции Вигнера. Добавление фотонов тоже уже можно использовать классические кодерентное состояние, либо тепловое состояние тоже дает существенное изменение состояния и появление неклассических свойств, которых там не было. Можно использовать, например, уже твин-пучки и двухмодовый сжатый вакуум тоже, если отщеплять по одному фотону с каждой стороны, либо один фотон кодерентным образом из двух этих мод вычесть, то в любом случае происходит усиление перепутанности. И один еще из важных вариантов, когда создается перепутанное состояние многомодовое, тоже в данном случае Гауссово, происходит отщепление фотона, причем контролируемым образом из каких именно мод, то, соответственно, тоже усиливается перепутанность, причем контролируемым в данном случае образом. И сама по себе процедура вычитания фотона из оптического состояния имеет еще интересное свойство. В данном случае уже какой-то существенной квантовости здесь нету, но, тем не менее, если у нас было фоковское состояние, в котором мы знали, что фотонов было N, вычли один фотон, их осталось N-1. Здесь все логично, понятно и интуитивно. Если у нас на входе было когерентное состояние, мы из него фотон вычли, оно все равно осталось когерентным. На самом деле здесь уже закрадываются подозрения, что какая-то странная процедура. Но еще более интересно, если мы возьмем тепловое состояние, вычтем из него фотон, то мы получим состояние с два раза большим числом фотонов. То есть оно может резко возрастать при вычитании фотонов. И пример, опять же, тепловое состояние для в среднем трех фотонов. Вычитаем фотон, и тут в среднем становится шесть фотонов. Гораздо дальше раздвигается по числу фотонов. Это все можно количественно описать. Тоже был ряд работ. В частности, нормальные упорядоченные моменты после вычитания определенного количества фотонов можно выразить через моменты до вычитания. И подставив это все для случая вычитания одного фотона, можно обратить внимание, что у нас среднее число фотонов, новое, будет соответствовать умножению старого среднего числа фотонов на коллекционную функцию, нормированную второго порядка. То есть, если у нас состояние было кондерентно, где же два единицы, у нас ничего не поменялось. Было тепловым с двойкой, соответственно, у нас и произошло это увеличение. И в том числе были предложены, например, так называемые гиперпуассоновские состояния, тоже такие нетривиальные состояния, в которых процедура вычитания фотона приводит к гораздо большему увеличению числа фотонов, чем процедура добавления одного фотона. И результат, который как раз Идиак Личитилин недавно со своим студентом получил, это последовательность достаточных условий неклассичности на основе такого вычитания фотонов. Суть в следующем. Если у нас есть какое-то классическое состояние, мы будем вычитать из него фотоны, оно все равно будет оставаться классическим. И в обратную сторону это утверждение, посмотрев, если после вычитания нескольких фотонов мы получили неклассическое состояние, то и исходное было неклассическим. Значит, для классических после вычитания фотонов у нас должно выполняться требование, чтобы корреляционная функция второго порядка была больше единицы. И, соответственно, посчитав ее, мы уже можем выразить все через моменты исходного состояния и, сравнивая их с единицей, получать требование того, что... То есть, если у нас хотя бы одно из этих условий нарушилось, то, соответственно, состояние было обязательно неклассическим. Чем такие последовательности условий, и, в принципе, много существует, это всего лишь один из подходов, чем они полезны? На самом деле, характерный пример. Можно взять тепловое состояние. Понятно, что оно классическое. С другой стороны, если мы возьмем тепловое состояние, но каким-то образом отрежем его хвост, то есть пусть у нас больше, скажем, 10 или 12 в том примере фотонов, быть в таком состоянии не может. Такое состояние, у которого нет хвоста, обязательно является неклассическим. Как это все понять? Классическое состояние – это смесь какого-то количества, ну, либо непрерывного множества кондерентных состояний. У каждого, причем с положительными весами. У каждого кондерентного состояния есть хвост. Да, он задухает быстро, но он все равно бесконечно длинный, он есть. Поэтому любая их смесь с конечными ненулевыми амплитудами и неотрицательными коэффициентами, опять же, будет иметь хвост, убывающий не быстрее, чем у кондерентного состояния. Если мы этот хвост отрезали, то это гарантированно неклассическое состояние. При этом, если взять такое тепловое состояние с тремя фотонами в среднем и обрезанное на 12 фотонов, то стандартные условия, например, требования антигруппировки выполняться у него не будет, то есть оно по-прежнему будет обладать группировкой фотонов, как и тепловое. Однако после вычитания примерно 4-5 фотонов уже можно видеть, что действительно свойства неклассические. В частности, такого рода подходы, они очень полезны, например, при анализе состояния одноатомного лазера. Когда, в принципе, состояние близко к кондерентным или обобщенным к кондерентным, однако где-то на хвостах за счет того, что у нас рассматривается система именно квантовая в качестве возбуждения, у нас количество фотонов хвост обрезается, затухает быстрее, и, соответственно, вот такого рода подходы там оказываются плодотворными. И для того, чтобы понять, как это вообще такое получается, что у нас было сколько-то фотонов, мы один фотон вычли, а фотонов оказалось больше, важно вообще задуматься на тем, а что такое, собственно говоря, квантовое состояние и зачем оно нужно в целом. Итак, у нас есть какая-то квантовая система, есть наше знание об этой системе, и квантовое состояние – это фактически тот инструмент, который позволяет наше знание о квантовой системе параметризовать. Зачем нам это знание нужно? Оно позволяет предсказать, как эта система будет себя вести. То есть фактически предсказать результаты любых измерений, которые мы можем делать с этой системой. Если у нас состояние чистое, то по своему общему построению, по тому, во что мы верим в квантовой теории, чистое состояние дает нам объективное знание о системе, которое в данном случае наиболее полное, и оно должно быть одинаковое у разных наблюдателей. Если есть два наблюдателя с какими-то разными представлениями о чистом состоянии системы, то всегда можно найти такое измерение, для которого, если эти состояния не были бы равны, то предсказания для двух наблюдателей были бы разные, просто могли бы проверить и убедиться, что хотя бы один из наблюдателей не прав. Если же мы говорим о смешанном состоянии, а в случае неидеальных систем мы к ним в любом случае приходим, то оператор плотности у нас описывает не только саму систему, не только ее состояние, но и фактически неполноту нашего знания об этом состоянии. И характерный пример – это квантовая телепортация. Когда Алиса уже провела измерение над своими двумя частицами, она уже знает, в каком состоянии оказалась чиститься Боба, то есть это фактически чистое состояние, в том числе и то состояние, которое она хотела телепортировать, если у нее получился нужный исход. А Боб в это время еще не получил информации, ему еще надо подождать как минимум время, равное отношению расстояния к скорости света. У Боба в данном случае еще нет никаких представлений о том, каким состоянием он обладает. То есть характерный пример того, что в принципе у разных наблюдателей может быть разное знание, и вообще это знание субъективное, если мы оператор плотности используем. И на самом деле это указывает на то, что Боб пока еще не может предсказать результаты своих измерений, поскольку он просто недостаточно знает. А когда Алиса ему сообщит необходимую информацию, он предсказать их сможет более подробно. Тогда вычитание фотона тоже легко интерпретировать в таком контексте. Исходный оператор плотности, например, для теплового состояния, для кондерентного, задает у нас некоторое априорное знание, то есть вероятность различных чисел фотонов. Тогда, когда при получении исхода измерения соответствующего вычитания фотонов, мы можем построить условные вероятности или функцию правдоподобия для того исхода, который мы получили, при различных числах фотонов. И тогда, собственно, получение этого исхода приводит к двум эффектам. С одной стороны, у нас меняется состояние. Было n фотонов, стало n-1 фотонов. С другой стороны, у нас есть формула Байеса, которая указывает, как наше знание о состоянии, о том, что нам на самом деле дали исходное. Ведь тепловое состояние можно интерпретировать так, что нам дают фокковские состояния. Просто мы не знаем, какие именно нам дают. Знаем только распределение. Соответственно, проведя измерения, мы уточняем наше знание, и вероятности у нас тоже пересчитываются. С одной стороны, сдвигается индекс за счет того, что фотонов стало меньше. С другой стороны, у нас увеличивается вероятность именно в наших представлениях о том, что фотонов было много. То есть, если мы смогли состояние отщепнуть фотон, значит, их там уже было много. И именно изменение этих представлений приводит к увеличению числа фотонов в квантном состоянии классическом. В принципе, здесь вторая часть начинается. Можно, наверное... То есть, есть ли смысл вопросов в конце или по частям как лучше? Давайте, может быть, по частям тогда. Вроде время пока еще есть. Так что давайте по первой части тогда, может быть, какие-то вопросы у кого-то. Есть вопросы по первой части? Да, добрый день всем. Значит, вопрос такой. Вы оперируете понятием знания или незнания о квантовом состоянии. Вот, наверное, лет 20 назад или чуть больше даже была такая работа или серия работ, опубликованных Фуксом. И, соответственно, он предлагал вообще свою интерпретацию квантовой механики. Вот как раз исходя из того, что мы там что-то знаем, что-то не знаем там и так далее. Вот все-таки насколько это коррелирует с тем, что вы сейчас рассказываете? То есть, не проще ли было бы так же или интересно было бы так же вот сравнить с его интерпретацией? Ну, тут я не смогу так сразу сказать. Надо, конечно, аккуратно изучить ту интерпретацию. Сразу сказать не могу. Ну, то есть, незнакомый вы с его работами. Ну, да, подробно незнакомый. Понятно. Поехали. Итак, вторая часть, она уже посвящена, собственно, конструированию таких измерений. В чем, в принципе, мотивация второй части? В том, что в общем случае, конечно, можно либо придумать в общем случае, когда у нас есть какое-то начальное состояние, какое-то конечное, просто какое-то абстрактное измерение, которое позволяет перейти между ними. Второй случай. предельный, когда нам надо сделать какое-то определенное вполне преобразование, решить конкретную задачу, тоже иногда удается найти. С другой стороны, возникает вопрос, а насколько вообще можно для относительно уже большого набора состояний с одной стороны, а с другой стороны ограниченного набора тех физических процессов, которые доступны, вообще придумать такое преобразование, которое будет давать нужные нам целевые состояния. И здесь мы обсудим общие идеи управления состояниями, идеи так называемых исключающих измерений, и также еще один пример, который на самом деле в прошлом году я тоже рассматривал, но совершенно с другой стороны, не с точки зрения управления состояниями, а именно с точки зрения повышения разрешения. Но здесь мы именно аспект управления состояниями в нем рассмотрим. Итак, общие идеи управления состояниями, опять же, здесь скорее это просто обзор. методы управления, это либо унитарная динамика, то есть первый случай, когда мы просто кондерентным образом воздействуем на квантовую систему и изменяем ее состояние. В принципе, то, что базовые идеи управления состояниями исходные закладывались, но здесь есть существенные ограничения. При унитарных преобразованиях ряд инвариантов того оператора, которому описан квантовую систему, не меняется, в том числе не меняется, например, спектр оператора плотности. Поэтому, если мы стартовали с смешанного состояния здесь, то мы обязательно получим смешанное состояние и в конце. Так что есть существенные ограничения на изменение состояния при унитарной динамике. Второй случай — это использование измерений. Здесь уже в ряде работ было показано, что такой подход является универсальным. Можно в том числе преобразовать, скажем, произвольное состояние в некоторое заданное чистое состояние. Можно чистые в смешанные преобразовать, можно, наоборот, смешанные в чистые. То есть проведение некоторой последовательности измерений, вообще говоря, с двумя разными подходами, позволяет действительно управлять уже состояниями более универсальным образом, чем при унитарной динамике. И третий подход, который мы будем рассматривать еще в третьей части — это использование открытых систем. То есть когда система взаимодействует с некоторым, вообще говоря, диссипативным резервуаром, и в результате тоже происходит преобразование состояния. И, как мы будем обсуждать дальше, тоже это подход, в принципе, универсальный. Сами по себе преобразование состояния при измерении, при измерениях могут быть основаны либо на селективных измерениях, либо неселективных. В зависимости от того, проводя измерения, смотрим ли бы на наш прибор, используем ли его показания для того, чтобы принимать решение о том, что делать дальше, либо, скажем, заканчивать наше преобразование, говорить, что все, состояние уже получено, либо же использовать какую-то следующую последовательность измерений. И, в принципе, в работах показано было, что и один, и другой подход дают вполне себе мощный инструмент для управления состояниями. И один из примеров того, как селективные измерения могут использоваться, по-моему, из первых из этих работ, если нам надо создать некоторое целевое состояние. Мы можем всего лишь взять измерение, измерить ту наблюдаемую, для которой это целевое состояние является одним из собственных. Проводим такое измерение, или получили нужный исход и нужное нам состояние, или попали в ортогональное пространство. Если попадаем в ортогональное пространство, нам надо провести, в принципе, любое другое измерение с собственным базисом, повернутым относительно нашего целевого состояния. Тогда из ортогонального пространства мы вернемся уже куда-то в неортогональную часть, и при следующем измерении первого типа мы опять имеем ненулевую вероятность попасть в целевое состояние. То есть, простейший пример, если нам доступны разнообразные измерения, в том числе и такие, для которых целевое состояние является собственным, то, соответственно, мы рано или поздно к нему придем. Неселективные измерения соответствуют тому, что мы на прибор не смотрим. В данном случае не принимаем дополнительных решений. В чем здесь особенность? Как мы говорили, квантовое измерение влияет на измеряемое состояние, и, как следствие, это состояние меняется. Даже если мы не проводим какую-то селекцию этих состояний, не используем по самопсим показания прибора. И теперь, переходя к квантовой оптике, можно заметить ряд особенностей, которые уже ограничивают наши возможности в проведении каких-то тех универсальных, теоретически подобранных измерений. Первое, что мы уже обсуждали, это поглощение излучения при измерении. То есть, фактически, если у нас есть одна мода, мы проводим над ней стандартное измерение детектором, который поглощает фотоны, то даже если мы узнаем, что ее состояние было не классическим путем наших измерений, то все равно ее состояние, скорее всего, окажется вакуумным после них. Второе, это сложность нелинейно-оптических процессов. Для наиболее стандартных процессов, фактически, в картине Гейзенберга, преобразование операторов у нас будет линейным. То есть, операторы разных мод рождения будут через операторы рождения, и уничтожение через операторы рождения выражаться. И наиболее такие стандартные детекторы не разрешают число фотонов, они отчет либо дают, либо не дают. Понятно, что можно двигаться дальше, даже комбинируя их, уже можно разрешать число фотонов. И целевыми в таком контексте состояния являются фактически те состояния, которые невозможно создать без нелинейных процессов. Это состояние не классическое с неположительно определенной функцией Глаубера. Например, фоковские состояния, их суперпозиции, то есть состояние, где мы много знаем о числе присутствующих фотонов. Жатые субпуассоновские состояния, это фактические состояния с уменьшенным шумом некоторых характеристик поля, сжатые квадраторных характеристик, а субпуассоновские, ну, фактически сжатые по числу фотонов, это с меньшим шумом числа фотонов относительно кондерента. И также оптическая перебутанность тоже для многих приложений важна. Поскольку, проводя измерения над полем, использовать само по себе поле уже, скорее всего, не получится, здесь я не говорю о неразрушающих хитрых измерениях потоки атомов, которые проходят через пучок и так далее, то здесь важно косвенное измерение, которое использовалось во многих схемах, которые в классических протоколах квантовой теории. И суть следующая. В дополнение к сигнальному полю используется вспомогательное поле, их нелинейное оптическое взаимодействие обеспечивает создание перепутанного состояния, и проведение измерения над вспомогательным полем позволяет управлять сигнальным полем. Ну, в том числе, в своей диссертации я тоже этот вопрос исследовал. И общая идея такая, что измерение, проведенное над вспомогательным полем, фактически сводится, опять же, к измерению, я описываю, измерительными операторами для поля сигнального. Причем, что важно, если у нас здесь преобразование будет линейное, а состояние классическое, то и на выходе у нас будет просто классическое состояние без квантовых корреляций. То есть, чтобы получить состояние неклассическое, все-таки нам нужна либо нелинейность, либо входные какие-то ресурсы в виде неклассических состояний. Соответственно, протоколы, которые можно таким образом создавать, предполагают, что нам надо произвольное состояние создать антиконечное, чтобы получать возможность управления. Это уже не универсальное управление, уже не любые состояния в общем случае могут быть доступны, но, тем не менее, большое их количество. Простота реализации самого измерения, то есть, оставаться в концепциях того, что мы можем сделать. И нелинейное взаимодействие тоже должно быть доступным, соответствовать тем возможностям, которые реально в квантовой оптике есть. И в этом контексте возникает идея выделить те минимальные требования, которые нужно наложить на проводимое измерение, чтобы, с одной стороны, требования к протоколам выполнялись, чтобы мы реально могли получить то, что хотим, используя доступные ресурсы. С другой стороны, чтобы не наложить слишком большие требования на измерения, именно с точки зрения теории, так, чтобы в итоге не удастся реализовать их на практике. Итак, здесь можно ввести термин исключающих измерений, то есть, предполагается, что в исходной суперпозиции, которая получается в результате нелинейного взаимодействия между двумя сигнальным и вспомогательным полями, у нас появляется... Опять же, в принципе, это состояние можно различным образом раскладывать, и пусть у нас существует некоторое разложение, в котором есть целевое неклассическое состояние нашего сигнального поля, и другие состояния, в большинстве случаев, они являются либо классическими, либо с очень малой долей неклассичности. И в этом случае, в принципе, когда у нас стоит задача сконструировать измерения, то есть придумать, что можно с таким состоянием сделать, чтобы выделить эту компоненту, мы можем определить такое измерение, у которого один из исходов, мы его будем называть успешным, имеет ненулевую вероятность для той компоненты, которая нам важна, и нулевые вероятности для всех компонентов, которые являются помехами в таком состоянии. То есть у нас такой успешный исход будет устранять классические помехи, и при этом мы не будем накладывать другие ограничения на такое измерение. То есть получается, что фактически проводя измерение, получая один из исходов, который мы выбрали, мы будем, соответственно, получать нужное нам состояние. Если же другие исходы, то нам, скорее всего, просто придется заново подготовить систему в исходном состоянии и повторить такое измерение. И общее определение, практически то условие, которое мы накладываем, что если у нас есть какие-то исключаемые состояния ρ и t, то нужный нам исход измерения должен иметь нулевую вероятность для них. И особенность этого измерения в том, что оно вполне себе просто реализуется в квантовой оптике. А именно, если нам надо исключить одиночное аккодерентное состояние. То есть нам надо придумать такое измерение, у которого один из исходов невозможен для данного состояния. Здесь можно использовать идею, которая еще на самом деле не нова, еще и с 80-х годов. Там она использовалась для различения двух аккодерентных состояний с разными фазами. Причем предполагалось, что готово либо одно, либо второе. И, соответственно, надо определиться, какое из них. Здесь же у нас предполагается, что вход любой, но если входное состояние некоторое заданное аккодерентное, то путем просто интерференции с опорным аккодерентным состоянием мы можем получить вакуумное состояние на детекторе. Если же мы получили отчет такого детектора, опять же, в пренебрежении темновыми отчетами, то мы можем быть уверены, что на входе было не состояние, равное вот этому аккодерентному. Точно так же можно обобщить этот подход на исключение нескольких аккодерентных состояний. То есть мы выбираем набор каких-то аккодерентных состояний, например, гамма. заданное количество ставим такое же количество детекторов и получив отчеты всех детекторов мы можем быть уверены что на входе было не было ни одного из состояния равных такому гамма ну зачем при что входное состояние не было смесью или суперпозиции только вот этих состояний там была еще какая-то другая компонента поскольку просто сам по себе подбор условий интерференции будет соответствовать тому что для каждого из этих кондерентных состояний на соответствующем детекторе будет вакуумное состояние отчет будет невозможен кроме темновых отчетов такое такую процедуру можно описать в терминах вот тех уже общих измерений которые мы обсуждали исходном в данном случае есть есть некоторый нужный нам исход соответствующий исключению ему можно поставить соответствие измерительный оператор и тогда преобразование входного состояния нашего сигнального поля будет выражаться через результат его сложение с состоянием вспомогательного поля их нелинейного взаимодействия и затем вычитание затем измерение и соответственно усреднение по состоянию вспомогательного поля и вот частности в наших работах мы получили аналитическое выражение для этого элемента положительные оператор назначенные меры и показали как именно это все можно рассчитывать как этим пользоваться и наконец примеры того что таким образом можно делать следующий здесь в качестве нелинейного вот это взаимодействие предполагается перекрестная модуляция фазы в керовской среде причем здесь рассматривалась модель когда есть только перекрестная модуляция фаза без самомодуляции почему такая модель использовалась поскольку речь идет не о например нелинейных оптоволокнах а скажем об атомах соответствующим образом возбужденных там действительно в тех моделях по крайней мере которые опубликованы группами занимавшимся этим этим перекрестное взаимодействие кросс керовская имеет существенно большую величину чем самодействие и так у нас есть оператор которые связаны в активе связывает фактически числов на себе строится на основе чисел фотонов в двух модах и если мы стартуем с кондерентных состояний двух этих мод то у нас такое взаимодействие создает корреляцию между числом фотонов в первой моде и фазы кондерентного состояния второй моды причем поскольку кондерентное состояние первой моды это сразу суперпозиция разных чисел фотонов то и здесь мы будем получать суперпозицию коррелированных состояний то есть квантовая перепутанность и соответственно схематически это будет значить что мы стартовали например с некоторого кондерентного состояния вспомогательной моды а получили суперпозицию кондерентных состояний локализованных вблизи угла поворота амплитуды соответствующих среднему числу фотонов в исходной моде поля и те состояния которые можно создавать таким образом для которых конкретные значения исключаемых кондерентных состояний были предложены это однофотонные суперпозиции вакуумного однофотонного двухфотонные и в том числе таким образом можно создавать перепутанные состояния речь идет не только о слабо перепутанных при слабых нелинейных этих малых значениях величины нелинейной стихи между вспомогательной модой поля С и опорной А, но и уже создавать сильную перепутанность между полями двумя сигнальными модами. А именно, просто рассмотрев взаимодействие вспомогательного поля с двумя полями, в том числе и находящимся на больших расстояниях, то в таком случае у нас фактически фаза, которая накапливается в кодерентном состоянии моды С, пропорциональна суммарному числу фотонов в двух сигнальных модах. И, опять же, можно легко показать, что такие же результаты будут достигаться, если рассмотреть исходную схему создания неклассического состояния, а потом его деление на делители излучения. В этом случае тоже у нас для каждого числа фотонов оно просто поделится беномиальным образом между А и В. И примеры состояния, которые можно таким образом создавать, это кубитного типа состояния, когда 0 либо один фотон коррелированный, либо, например, кутритного года 0, 1 и 2. Точнее, есть два фотона, которые распределены между двумя модулями. И в том числе здесь мы проводили оценку того, как доступные величины нелинейности, заявленные в различных работах, соответствуют тому, что в нашем методе требуется для того, чтобы он работал. И в частности, величины нелинейности — это фактически набег фазы одного состояния в расчете на один фотон другого поля. Это предсказываются значения порядка 10 в минус 2. Реально наблюдались на данный момент, по крайней мере, в опубликованных работах существенно меньше, за исключением случаев либо использования сверхпроводящих кубитов, собственно говоря, той платформы, которая для квантовых вычислений активно и используется. В данном случае уже можно получать больше 1,1 значения. Либо же для случаев использования квантовой памяти, но с квантовой памятью есть свои тонкости, что она, вообще говоря, искажает еще и сами по себе состояние, то есть мы не проверяли применимость такого подхода. И в итоге оказывается, что для применимости подхода, если его рассчитывать для нелинейности порядка 0,01 радиана на фотон, фазового шума тоже порядка 0,01 радиана, и потерь до 90% в такой системе, то можно получать достаточную точность и достаточно большую вероятность успешного исхода. То есть от 10 до 1000 раз повторяя такой протокол, можно действительно получать конечные состояния. И теперь второй пример управления состояниями в квантовой, уже в данном случае в квантовой микроскопии, состоит в следующем. Пусть у нас есть н-фотонные пространственно перепутанные состояния. То есть фактически состояние, когда в той плоскости, в которой оно нас интересует, обычно это объектная плоскость, у нас есть н-фотоны, которые локализованы в одной точке, и мы кондерентным образом не знаем, в какой именно. Если же мы теперь переразложим такое состояние, оставив в таком виде состояние для н-1 фотона, и о состоянии последнего фотона, одного из них, поскольку они неразличимы, мы уже разложим по плоским волнам, то есть по состояниям с определенным импульсом. Тогда у нас при таком разложении появится фазовый множитель, причем импульс этого фотона будет входить в качестве коэффициента, а r это будет положение всех остальных фотонов. В итоге будет получаться, что мы представим наше состояние, опять же в контексте тех измерений, о которых мы говорили, в виде некоторых суперпозиций, когда у нас есть состояние н-1 фотона, параметризованное импульсом, и, соответственно, здесь единички не должно быть, и в качестве индекса параметризованное будет импульс оставшегося фотона. И таким образом, если у нас вместо того, чтобы все н фотонов отправлять в какую-то оптическую систему, мы отправим н-1 фотон в оптическую систему, а один фотон куда-то за ее пределы заданным импульсом, то вместо состояния с одинаковой фазой в плоскости наблюдения мы будем получать состояние, модулированное вот такой вот экспонентой с фазой. То есть, в принципе, здесь мы опять получаем процедуру управления, что детектирование одного фотона фактически изменяет состояние оставшихся фотонов и специальным образом это состояние структурирует. В частности, то, откуда это еще можно видеть, в конечном счете результаты измерения в квантовой микроскопии это корреляционные функции, в частности, если мы н-фотонные состояния используем, то тем, каким является количество фотонов, и это, соответственно, средние от нормально упорядоченных произведений этих операторов. И, в частности, вот конструкции, которые стоят по краям, то есть оператор поля для н-фотона на входное н-фотонное состояние, мы можем переобозначить, сказать, что давайте вот это будет новое н-1 фотонное состояние. И действительно, тогда мы получаем точно такое же выражение, тоже нормальное упорядоченное произведение, но уже для нового состояния. И новое состояние как раз будет и описываться оператором поля для последнего из фотонов, которые мы зарегистрировали, либо до процедуры измерения. То есть, в принципе, в чем суть? Если у нас есть н-фотонов, вместо того, чтобы все н-фотонов использовать для микроскопии, мы можем один использовать для управления состояниями, остальные для микроскопии. И здесь возникает аналогия с теми исключающими измерениями, которые мы обсуждали исходно. У нас есть какое-то состояние, нужным образом коррелированное для н-1 фотона. И в этом случае мы выделяем за счет действий измерительных над оставшимся фотоном нужную компоненту этого разложения, исключая все остальные. И как теперь такие состояния могут использоваться для повышения разрешения, в принципе, для задачи микроскопии? Пусть у нас есть простейшая задача. Два отверстия, падают такое н-фотонное состояние. В итоге на экране мы будем видеть, во-первых, пики от каждого отверстия в отдельности, во-вторых, результат конструктивной интерференции, поскольку у них фазы одинаковые, от двух отверстий. Сложившись вместе, они дадут какую-то картину с, пусть в данном случае, небольшим провалом. Если же мы один из фотонов детектируем, оставшиеся фотоны у нас получают уже какой-то дополнительный набег фазы. В частности, подбирая нужным образом то, куда будет улетать этот фотон, мы можем модулировать фазу таким образом, чтобы ее изменения соответствовали характерному размеру тех деталей объекта, которые мы будем смотреть. Тогда у нас будут получаться, опять же, отдельные пики от щелей, и дополнительно уже может возникать деструктивная интерференция. И она может повышать провал вплоть до стопроцентного провала в дохождении до нуля. То есть, управляя состояниями тех фотонов, которые подаются на объект, мы можем достигать деструктивной интерференции и существенно повышать контраст. И, в частности, от результата численного моделирования, рассматривался просто объект, состоящий из полос с разным пропусканием, и видно, что изображение действительно приобретает больший контраст, где черная линия — это как раз случай, когда один из фотонов детектируется, в данном случае для четырех это рассчитывалось, детектируется вне оптической системы, а остальные результаты моделировались для случаев, когда либо вот эта линия из точек, для случая, когда у нас есть конструктивная интерференция, все фотоны летят вместе, либо случай неселективного измерения, когда мы не утверждаем, было ли или не было детектирования, когда у нас фактически происходит усреднение, то есть мы n-1 фотон зарегистрировали, а n-1 фотон просто забыли регистрировать. И можно оценить погрешности реконструкции на основе информации Фишера. Здесь тоже оказывается, что регистрация одного фотона вне оптической системы как раз обеспечивает повышение точности по сравнению со случаем, когда мы просто про него забыли, либо с случаем, когда мы все фотоны зарегистрировали вместе. Ну и что здесь еще интересно отметить, что если бы мы регистрировали не перепутанное состояние с четырьмя фотонами, а просто кондерентное, то даже увеличивая интенсивность в 10 в 8 раз, мы все равно бы до таких разрешений, таких точностей не дошли. На этом вторую часть заканчиваю. То есть, опять же, наверное, есть смысл вопросы какие-то позадавать. А, наверное, вопрос скорее по терминологии, когда вы про исключающие измерения говорили, это по-другому называют постселекцией, или я что-то путаю? Ну, здесь не совсем постселекция. Постселекция — это, в принципе, то есть на этапе, когда мы говорили, ну, например, вот здесь. То есть постселекция здесь предполагает, что просто после проведения измерений мы из ансамбля, условно говоря, повторяя измерения 100 раз, мы в 20 случаях получали вот такой исход, и только эти 20 систем мы использовали дальше для обработки, потому что мы знали, что в них хорошее состояние. То есть постселекция — это фактически классическая уже процедура, когда мы провели измерения, и мы принимаем решение, то ли мы эту систему используем, то ли не используем. Когда я говорю про исключающие измерения, это просто само по себе измерение. Оно здесь используется... Когда мы говорим про исключающие измерения, мы говорим про измерения не над ансамблем, когда мы принимаем решение использовать, не использовать для каждой системы, мы говорим про одну и ту же систему. Здесь это скорее вопрос того, каким образом мы строим измерительные операторы. То есть мы не говорим, что давайте проводить проекционное измерение, например. Мы говорим, давайте проводить любое измерение, такое, какое у нас получится, и если мы на него просто наложим на его измерительные операторы такое условие и будем знать, что мы его наложили, то с одной стороны нам этого будет достаточно для решения ряда задач, с другой стороны это условие намного более мягкое, чем какие-то дополнительные требования, и, соответственно, нам удастся все-таки построить его из чего-то более реалистичного. Хорошо, спасибо. То есть это именно просто требование, которое мы накладываем на измерительные операторы данного измерения без привязки, что мы будем делать дальше. Будем после селекции проводить, не будем. Нет? Я хотел еще раз уточнить по поводу сверхозагрешения. Правильно ли я понял, что вот этот результат, он для модели, когда у нас все фотоны скарелированно летят в одной моде, либо вот все там, либо все там. Или, ну вот как вы на предыдущем слайде рисовали, вот в такой модели. Да, то есть здесь предполагается, ну причем, конкретно там при численных оценках предполагалось, что они идеально скоррелированы. Да, то есть у нас фактически есть много пространственных мод, которые мы можем в нашем микроскопе выделить, и предполагать, что все фотоны летят в одной такой моде. Ну, прототип этого реальный. Это когда у нас спонтанное параметрическое рассеяние, нелинейный кристалл, из него вылетает два фотона, они тоже там тесно скоррелированы. Если мы ставим линзу между кристаллом и объектом, то мы можем создавать такие условия, что они будут прилетать практически в одну точку объекта. Хорошо, спасибо. Так, ну продолжаем. Итак, третья, последняя часть – это динамика открытых квантовых систем с точки зрения, опять же, управления их состояниями. Здесь мы поговорим про роль детектора при измерении, то есть, в принципе, саму идею того, что для получения того аксиоматического построения и описания квантового измерения, в принципе, уже система должна быть открытой. С другой стороны, поговорим про то, что динамика открытых систем, то есть, да, сама динамика сводится фактически к измерению без считывания результатов, и само по себе такое измерение тоже вполне себе может использоваться. То есть, не обязательно должен сидеть активный наблюдатель, смотреть на приборы и уже проводить какую-то постселекцию, вот как раз про которую спрашивали. И третий момент – это уже, собственно, один из примеров того, как такое управление может реализовываться с точки зрения цепочки связанных волноводов, где нелинейные конверентные потери там могут интерпретироваться в виде всех тех же исключающих измерений, которые мы предлагали для активных измерений с постселекцией. Итак, роль детектора при измерении. В принципе, основная проблема квантовой механики заключается в том, что именно с точки зрения интерпретации построения – та проблема, с которой люди в первые десятилетия квантовой механики особенно активно работали, что у нас есть квантовое состояние, в том числе может быть суперпозиционное квантовое состояние. И затем квантовая механика фактически постулирует, что взаимодействие такой системы, изменение ее состояния будет описываться унитарным преобразованием. С другой стороны, тот детектор, с которым система взаимодействует, ну это тоже какая-то система, тоже, вообще говоря, квантовая, если мы предполагаем полноту квантовой механики и возможность описать любой объект, и, соответственно, преобразование тоже будет унитарным, причем в том числе обратимым. С другой стороны, дальше мы предполагаем, что результат измерения – это уже какой-то классический результат. И вместо суперпозиции, которая была исходна, мы будем получать просто конкретное показание прибора, которое мы себе потом запишем и будем нашим классическим образом интерпретировать. И здесь та проблема, с которой, в общем-то, много бились ученые исходно, это именно каким образом перейти от унитарной динамики квантовых систем к неунитарной динамике при получении классических результатов при взаимодействии с такой квантовой системой уже классического наблюдателя. И если рассмотреть процедуру более подробно, то, опять же, одна из интерпретаций – это тот момент, где фактически это скорее инструмент, чем что-то реально наблюдаемое, и, соответственно, возникает скорее вопрос, как нам самим объяснить то, что мы предсказываем, то, что видим, чем именно построить теории, которые можно различить, поэтому теории, собственно говоря, здесь много и интерпретаций существует. Но общая логика, как это можно объяснить себе в контексте именно той терминологии и тех методов, которые мы здесь обсуждаем, следующая. То есть есть у нас некое суперпозиционное состояние нашей системы, пусть она унитарно взаимодействует с детектором, создает какую-то суперпозицию, где уже состояние детектора тоже коррелировано с состоянием самой системы. И дальше нам надо принять во внимание, что, вообще говоря, такой переход возможен именно для детектора макроскопического, на который мы можем посмотреть, увидеть показания. Поскольку он макроскопический, он обладает большим количеством степеней свободы сам, взаимодействует с большим количеством степеней свободы окружения, и здесь у нас происходит фактически включение в эту суперпозицию еще и большого количества объектов, находящихся в его окружении. И вот это взаимодействие фактически является необратимым, или так называемым процессом декадеренции. В чем суть необратимости? В том, что фактически пусть даже это преобразование является унитарным, но для того, чтобы этот процесс обратить и фактически обеспечить, например, возможность интерференции этих слагаемых, нам надо обратно собрать все частицы, с которыми уже наш детектор успел провзаимодействовать, и для каждой из них применить обратное унитарное преобразование, которое декоррелирует обратно эту частицу от детектора. То есть фактически такой переход необратим именно в контексте той динамики системы, которая происходит. То есть обратный процесс существует, если это динамика унитарная. Другое дело, что реализовать его никто и никогда не сможет, просто потому что надо слишком много ресурса для этого. И дальше уже, опять же, в зависимости от того, как конкретно строить саму теорию, саму ее аксиоматику, можно для более классического, традиционного построения предположить, что нас уже не интересует все окружение детектора, с которым мы все равно не сможем провзаимодействовать и как-то считать результаты. По нему мы проведем усреднение. В этом случае от вектора состояния мы перейдем к оператору плотности, причем он будет диагонален относительно того базиса, который, собственно говоря, был собственным для Гамильтаниана взаимодействием. То есть здесь мы получим уже состояние диагональное в виде оператора плотности, а такое состояние уже имеет вполне себе классическую интерпретацию, что у нас есть несколько возможностей, реализовалась только одна из них, они уже не квантовые, они уже в том плане, что они не могут интерферировать между собой. У нас есть просто вероятность того, что каждая из возможностей получилась. И тогда, посмотрев на показания прибора, мы, соответственно, увидим какое-то определенное показание и поймем просто, какая из возможностей реализовалась. То есть то, что в аксиоматическом построении квантовой теории является редукцией, в такой интерпретации происходит не на этапе, когда мы смотрим на детектор, а уже корреляции из квантовых превратились в классические при дополнении системы окружением и, соответственно, при корреляции состояния с состоянием окружения. И таким образом, фактически, мы получаем переход от квантовой суперпозиции к нескольким классическим возможностям, одна из которых реализовалась на основе... То есть получаем то, что и включено было в терминологию квантовой механики с точки зрения редукции состояния как идеализации такого измерения в пределе, когда времена, которые нас интересуют, намного больше, чем время конгерентности для такой системы, то есть то время, за которое окружение тоже узнает информацию о квантовой системе либо более корректно, унитарным образом коррелирует с ней. Другое дело, что существуют, в принципе, и другие теории, которые позволяют не то, чтобы полностью отказаться от этой проблемы, а перенести ее скорее на другое восприятие, те же многомировые интерпретации, в которых предполагается, что затем наблюдатель тоже попадает в такое же суперпозиционное состояние и продолжает в нем существовать. При этом, конечно, возникают уже вопросы именно скорее философского плана, как мы существуем в суперпозиционных состояниях, как их интерпретировать, но все равно процедура необратимости измерения в данном случае также сохраняется в том контексте, что разные вот эти слагаемые суперпозиции уже не могут интерферировать между собой, поскольку для интерференции мы фактически должны сначала обратить взаимодействие с вот этими вот системами с окружением. Ну, что важно из этого слайда вынести, что при измерении важно свойство открытой данной системы, что происходит взаимодействие с окружением. Справедливо и обратное. Само по себе взаимодействие с окружением можно интерпретировать как измерение. А именно, если рассмотреть динамику в Марковском приближении в виде управляющих уравнений, где есть разные каналы потери, C это оператор, ну, взаимодействие с окружением, C это, например, оператор потери фотонов, может быть, когда C-крест оператора его рождения. И для таких систем можно построить решение в терминах так называемых квантовых траекторий, квантовых скачков. То есть, фактически просто записать решение в виде таких суммы интегралов с разным количеством супероператоров S и G. Эти операторы G соответствуют каждому отдельному каналу, то есть преобразованию состояния при квантовом скачке, как мы его интерпретируем. А между скачками есть просто оператор эволюции, уже экспоненциальный. То есть суть такая, что у нас было какое-то состояние, прошла эволюция без скачков, потом скачок, потом дальше эволюция без скачков. И усреднение по тому, какие именно скачки происходят, в какие моменты, в следующий слагаемый будет несколько скачков учитывать. То есть такая эволюция будет записываться в виде скачков в определенные моменты времени и эволюция без скачков между ними. Если на все это посмотреть, то есть понятно, какой смысл оператора G. Скажем, у нас вылетел фотон, и у нас здесь оператор A будет соответствовать тому, что у нас фотон вычлся из оператора Поля, тут все понятно. С другой стороны, есть оператор S, который описывает, что произойдет с квантным состоянием, если фотон не вылетит. И возникает вопрос, а зачем вообще такой оператор, если фотон оттуда не вылетел. Но с другой стороны, это все можно интерпретировать именно как непрерывное измерение. Тогда для каждого элементарного интервала времени есть два исхода. Скачок был или скачок не был. Если был, то у нас есть оператор скачка, но если не было скачка, то все равно это тоже результат измерения. И вообще говоря, общая теория тоже предполагает, что какое-то изменение состояния должно произойти. Что важно, здесь уже это измерение проводится фактически самим окружением у нас квантовой системы, а не активным наблюдателем. И поэтому мы делаем это измерение не селективным, то есть усредняем по всевозможным исходам. То есть мы не знаем, какой результат измерения окружающая среда здесь получила. И подытоживая, имеем, что у нас с одной стороны процедура измерения предполагает рассмотрение детектора в качестве открытой системы, с другой стороны динамика открытой системы эффективно сводится к измерениям, проводимым окружающей средой. То есть есть тесная аналогия, и, соответственно, можно предположить, что исходные методы к управлению состоянием здесь тоже будут работать. Опять же, в том числе много работ у Александра Николаевича Печени из Стекловского института по поводу неэкодерентных способов управления. В частности, если рассматривать взаимодействие системы с некоторым резервуаром, например, облаком газа, дополнительно иногда накладывается и накладывается еще к институтам взаимодействия, то управляя таким резервуаром, то есть меняя его свойства в зависимости от времени, можно получать произвольные состояния. Аналогичные результаты, в принципе, будут и просто при неселективных измерениях. То есть когда у нас нету, ну, как такового окружения, проводятся измерения, но независимо от результатов его проводятся дополнительные измерения, и в итоге можно получать тоже произвольные состояния. И еще здесь вызывает интерес, это работа, я видел, 22-го года, где по аналогии с процессом вычитания фотона, когда отщепляется поле, и в нем обнаруживается фотон, исследуется то, что будет с системой, если фотон не вычитать, или, точнее, вычитать ноль фотонов из системы. Казалось бы, мы ничего вроде бы не вычитаем, но на самом деле преобразование состояния есть, поскольку если мы отщепнем часть поля и не обнаружим там фотонов, это все равно дополнительное воздействие на нашу систему, дополнительная информация о ней. И, как там показано было, даже в некоторых случаях можно усиливать неклассические свойства, проводя такое измерение. И, наконец, уже конкретный пример того, как это можно использовать, а именно нелинейные кондерентные потери и их использование в контексте тоже аналогоисключающих измерений для создания субпоассоновских состояний. То есть нелинейные потери — это такой канал потерь, у которого, в принципе, потери идут однофотонными, но каким-то образом нелинейно зависит их вероятность от числа фотонов. При возрастающей функции f от числа фотонов у нас будет большая скорость, чем при линейных потерях при больших числах фотонных, и меньшая при малых. Для этого уравнения можно переписать из дискретного распределения по числу фотонов непрерывное в пределе ярких состояний. Тут будет стандартное, в принципе, аналог уравнения Штейна-Фотера-Планка с дрейфовым и диффузным слагаемым. И получается, что именно совокупное действие эффективного дрейфа и диффузии будет приводить к тому, что у нас будет сужаться распределение, и параметр Манделя, который описывает избыточное по отношению к фотоновскому шум в состоянии, будет принимать отрицательные значения, и при степенной зависимости с большим показателем здесь будут получаться значения вплоть до минус единицы, доходя. То есть, в принципе, если у нас нелинейность есть, К не равно нулю, то у нас уже будет появляться свойство субпосоновских состояний. И как это можно интерпретировать? Ну, кроме того, что честно решать уравнение, подставлять, смотреть асимптотику, можно интерпретировать следующим образом. У нас есть оператор скачка, и если мы запишем вероятность скачка, то она будет велика для состояния с большим числом фотонов и мала для состояния с малым числом фотонов. То есть, если скачок произошел, то, скорее всего, это было не состояние с малым числом фотонов на входе. Точно так же эволюция между скачками соответствует у нас оператору S. Можно записать вероятность того, что скачка не будет, и эта вероятность, опять же, за счет этого показателя, будет мала для состояния с большим числом фотонов. То есть, окажется, что в каждый небольшой момент времени, когда мы проводим измерение, был скачок или нет, если был, значит, у нас уменьшается вероятность малых чисел фотонов. Если не был, уменьшается вероятность больших чисел фотонов. Фактически, измерение сжимается и получается состояние с... в смысле, распределение сжимается, у нас получается состояние с меньшим шумом по числу фотонов, то это так называемое субпосоновское состояние. И, наконец, пример. возможной реализации, которую даже наши коллеги-экспериментаторы пытались сделать, но, к сожалению, у них не получилось выжать волноводы в нелинейном стекле. Логика следующая. Есть у нас некоторая среда, например, стекло с нелинейностью. В нем выжигаются два волновода, которые будут использоваться как сигнальные, и хвост, который будет моделировать просто резервуар для потери. В итоге, адиабатически исключая хвост, потом адиабатически исключая симметричную моду, можно получить уравнение динамики для антисимметричной моды. И вот это уравнение динамики будет включать слагаемость с линейными потерями обычными, с двухфотонными потерями и с нелинейными кодеретными потерями, которые мы обсуждали до этого. Причем их усредненные интенсивности будут пропорциональны средним от первой степени, второй степени и третьей степени числа фотонов. То есть, если взять яркое состояние, где фотонов много, то при произвольном соотношении этих коэффициентов гамма-1, гамма-2, гамма-3, нелинейные кодеретные потери будут давать определяющий вклад. И для линейных стекол экспериментаторы такое делали, получали хорошие результаты, но, правда, без создания неклассических состояний, поскольку линейная система не может такого делать. И в этом проекте мы тогда проводили оценки, что если использовать, например, халькогенидное стекло, то устройство порядка 10 сантиметров обеспечивает создание субпассоновских состояний с параметром Манделя 0,5. Причем видно, что если у нас, скажем, нелинейных потерь вообще нет, то он выходит на значение минус 0,8 с хорошей точностью. Чем больше линейные потери, тем меньше тот период, когда фотонов достаточно много, чтобы нелинейные потери преобладали, соответственно, все менее субпассоновских состояний будет получаться. Ну, собственно говоря, на этом и заканчивается мой доклад. Основные положения, которые в нем были, это вот, во-первых, обсудили мы свойства измерения самих по себе, как случайность результатов и, что важно, воздействие на измеряемую систему. Соответственно, неизбежное влияние прибора позволяет управлять состояниями, в частности, можно усиливать неклассические свойства, и в квантовой оптике для этого удобно использовать именно косвенные измерения, когда сигнальная мода взаимодействует вспомогательной. Исключающие измерения позволяют простую реализацию квантово-оптическую, если мы исключаем поделинственное состояние, и можно разное состояние предсказанное, что можно создавать. В пространственно-перепутанном состоянии дектирование фотона тоже его модифицирует, позволяет повышать разрешение. А динамика открытых систем тесно связана с измерением, и поэтому может использоваться для создания разных неклассических состояний, управления состоянием, в том числе создания субпассоновских состояний. На этом все. Спасибо. Спасибо большое. Ребята, два коротких вопроса. Пока думайте. А вот все-таки какую нелинейность вам нужно в этом нелинейном стекле в последнем эксперименте? Это хитрее достаточно? Ну, то есть здесь, да, здесь хитрее мы рассматриваем. А какие были проблемы с рисованием такой структуры? За счет нелинейности у них получалась самофокусировка пучка, а потом какие-то неоднородности, вот именно они не могли ровную линию вырезать. Можно обсудить. Хорошо, ребята, какие вопросы? Пользуйтесь. Все понятно было, да? Тогда лекторы, уважаемые, тоже могут что-нибудь спросить. Добивается вопрос, зададим. Там вот давно тогда была достаточно тоже такая вещь, что обрезали когерентное состояние. И там тоже, естественно, получается не классическое, это старые достаточно работы. Вот вы с такими вещами не экспериментировали, но я имею в виду руками, конечно, все в теории. Ну, скажем так, напрямую просто с обрезкой когерентных нет, но в одноатомном лазере получается состояние, которое, если в приближении сильной связи смотреть, оно близко к когерентному, а если честно посчитать и учесть уже следующие там слагаемые в гамильтониане решения, там как раз получается, что оно идет когерентным, а потом обрезается. И это дает функцию Глаубера, если мы сначала считаем, она вроде хорошая, приближенная, хорошая, а дальше получается, что в ней уже возникают сингулярности. То есть, если рассматривать предельный переход от субпорядоченных функций Глаубера, то сначала они все хорошие и хорошие, в какой-то момент вдруг появляются сингулярности, которые к красному хвосту соответствуют. Понятно, спасибо. Хорошо, если больше вопросов, а, пожалуйста, короткие. А можно, пожалуйста, уточнить, вот по хоркогенидным стеклам 13 ватт, это не разрушит это стекло? Не проводились такие оценки тоже? Ну, по крайней мере, в работах, скажем так, мощность, при которой происходит именно само прописывание, то есть, где уже реально идет разрушение, там оно, по-моему, в сотни или тысячи раз больше, и, насколько я понимаю, не должно проходить разрушение. Опять же, я, конечно, не экспериментатор, но из тех работ, которые я изучал при подборе этих параметров, получалось, что не должно происходить разрушение еще. Так, тогда пару организационных объявлений. Спасибо, Александр.